Всем привет, с вами Нибиру, и это мое первое видео по игре Awakening Chaos Era. Это видео направлено прежде всего для новичков и для людей, которые думают, а стоит ли вообще это играть, которые где-то услышали про игру, и им требуется некая базовая информация, чтобы возможно успешно начать, чтобы не допустить ошибок и обеспечить себе хороший старт. Я играю в игру уже порядка двух недель. Сперва игра меня заинтересовала, я в нее поиграл, понял, что да, игра мне нравится и по визуальной составляющей, и по механике, и поэтому я хочу поделиться с вами моими знаниями. Это видео я разделю на две части. Первое будет функционал игры, я расскажу, что есть в игре, покажу вам, а второй раздел будет мои советы по каждому из разделов игры и также какие-то общие вещи, которые должен знать каждый. Поэтому предлагаю начать. Итак, функционал. Первое, что база игры, что необходимо проходить с приоритетом, это кампания. Кампания состоит из десяти глав, каждая глава поделена на восемь этапов. Когда вы проходите десять глав кампании, вам открывается следующая сложность. Когда вы проходите следующую сложность, еще одна. У меня, как вы видите, открыта нормальная сложность и тяжелая сложность. Мифическая сложность у меня не открыта, потому что я еще не завершил повышенную сложность. Дальше у нас есть режимы испытаний. Подземелье, испытания. Это, например, режим называется бесконечное испытание. И здесь, наверное, те, кто играл в Epic 7, в какие-то другие схожие проекты, они понимают, о чем идет речь. То есть у нас есть некая карта, где мы выбираем, куда мы пойдем дальше, с различными эффектами. И в конечном итоге нам надо дойти до босса, его уничтожить и взять награду. Таким образом мы должны пройти три раза. И после трех раз у нас откроется главная награда. Это режим испытаний, который, как вы видите, он ограничен по времени. И каждые там несколько дней он сбрасывается, и вы можете начинать его снова и снова. Дальше у нас есть два режима. Они называются No Man's Land и Arcane Dominator. Они с собой схожи в том, что это боссы, которых вы можете проходить сколько угодно в день. На них тратится только энергия. Никаких ограничений других здесь нет. И боссы разделены на этапы сложности. То есть чем ниже этап, тем он сложнее. И тем вкуснее награда. В режиме No Man's Land мы выбиваем кристаллы, чтобы прокачивать способности героев. А в режиме Arcane Dominator мы получаем вещи из боссов. Причем вещи, кто играл в Epic 7, прекрасно понимают, они полностью случайным образом генерируются. То есть у нас есть босс, например, первый тулпа. Из него выпадают три комплекта вещей. Какой комплект вам выпадет, никто не знает. И вещь, которая вам выпадет из какого-то комплекта, она будет с роддомными, со случайными характеристиками. Поэтому здесь полностью надежда на вашу удачу. Также их можно сколько угодно в день фармить. Все зависит от вас. Дальше у нас есть режим башни. Здесь этажи. Чем выше этаж, тем вкуснее награда. 100 этажей в башне. Когда вы проходите первую башню, открывается вторая повышенная сложность. И потом третья. И также есть режим Bounty Hunt. Где у нас пять попыток в день уничтожать все более-более сложных противников. А также временные задания, которые на доске вот этой находятся. Мы их стартуем. Они длятся, например, 4 часа, 5 часов и так далее. В зависимости от редкости. И дают нам награду. Это относительно этой вкладки. Дальше у нас есть вкладка Арена. Она не в реальном времени. То есть у нас есть арена с другими игроками. Где вы видите, нам предлагает игра пять других игроков. Мы смотрим, против каких героев будем сражаться. Выбираем нужного игрока. Если побеждаем, получаем славу. Если проигрываем, то с нас рейтинг немножко убывает. И чем больше мы поднимаемся по рангам, тем больше мы приобретаем каких-то вкусных наград. Это касательно Арены. Я небольшую ремарку сделаю. Разработчик планирует также вести в будущем реальные бои. То есть бои в реальном времени. Дальше у нас есть квесты. Дневные, недельные и достижения. Тут все, я думаю, даже объяснять не надо. Выполняя в день какие-то квесты, мы разблокируем награды. В идеале, конечно, выполнять все дневные и недельные. Это 100%. Ну и достижения по мере возможности. Алтарь. Здесь мы можем героев либо разбивать. То есть если у вас какой-то герой не нужен, можно его выполнить. Из него вы получите ресурсы. Также можно синтезировать или можно их превозносить. То есть повышать количество звезд у героя. Дальше гильдия. О гильдии я поговорю чуть позже. И магазин, собственно, с героем. Давайте я конкретно пройдусь по героям. Анимации в игре и графика на очень хорошем уровне. На каждого героя есть подробное описание. Вы видите все его характеристики. Вы можете прочитать про каждую из способностей героя. Также вкладка снаряжения. Глифы. Это некие руны, которые вы можете добывать, проходя кампанию. Вставить и герою улучшать свои параметры. Дальше можно вкачивать способности героя, проходя подземелье, как я только что говорил. И можно прочитать о герою его биографию. Это относительно героев. И раздел магазина, где мы за реальный донат, то есть за реальные деньги, покупаем какие-то паки, какие-то лимитированные паки. И серебряную и золотую карты, о которых я также скажу позже. И отдельно отмечу, что у нас есть вкладка ивентов, то есть событий, которые происходят. И здесь, я не знаю, как насчет других игр, такое я вижу сам впервые, есть календарь ивентов. То есть вы можете посмотреть, что будет в ближайшее время. В данный момент ничего мы не видим. Наверное, скорее всего, это связано с тем, что на релизе, то есть завтра, все это дело обновится. И там уже будет внесено в календарь все, что надо. Это касательно функционала игры в общих чертах. И теперь давайте конкретно по советам пройдемся, которые у меня есть. Итак, первое. Когда вы начнете игру, очень внимательно проходите обучение. Там дают действительно грамотные советы. Поэтому вчитывайтесь, не пропускайте, как это делал я. Обязательно обратите внимание на три стихии, герои которых представлены в игре. Это земля, огонь и вода. Каждая стихия имеет преимущество перед другой. То есть они все три направлены друг на друга. Например, стихия воды имеет преимущество перед стихией огня. Также есть две другие стихии отдельные. Это свет и тьма. И очень важно учитывать резонанс этих стихий. Потому что благодаря ему вы можете проходить какие-то битвы очень быстро. Также, как я уже сказал, важно, чтобы вы закрывали каждый день дневные задания. И в конце недели недельные задания. Потому что здесь дают очень вкусные награды. И желательно, конечно, чтобы вы их получали каждый день. Не пропускали. Когда вы начнете, пройдете обучение, вы дойдете до главы 2.8 в компании. После которой вам предоставят возможность с увеличенным шансом сделать 5 прокруток в призыве. В этом призыве вы, скорее всего, несколько раз, то есть, например, 5 раз у вас будет, и вы 3 из них вытянете легендарного героя. Коротко о героях. В игре представлены герои трех типов. В основном это герои легендарные. Они в желтой рамке. Потом эпические. Они вот в такой вот розовой рамке. И герои элитные в синей рамке. Все другое, я даже не хочу про это говорить. Оно вам вряд ли понадобится. Так вот, когда вы достигнете 2.8, пройдете эту главу, вам дадут 5 вызовов. И, скорее всего, в 2 из этих 5 или в 3 из 5 вы вытянете легендарного героя. И в конце вас просят, какой из вызовов вы хотите оставить. Потому что вы можете выбрать только один из них. Мой совет. Так как вам надо, прежде всего, проходить кампанию, то вам нужно по-любому вытягивать атакера. То есть, героя, который будет наносить массовый урон. И этот урон должен быть большим. Поэтому, по своему опыту, советую вам либо Эверу, либо Валерию. Давайте я покажу вам этих двух героев. Они у меня есть. Это вот Эвера. И это Валерия. Валерия у нас идет герой фракции огня. И Эвера земли. Поэтому смотрите сами. Если у вас выпала Валерия, берите спокойно Валерию. Вы не совершите никакой ошибки. Эвера тоже самое. Также у вас может выпасть Гидресса. Это герой, элемент воды. Если она у вас выпала, то вы также можете взять. Это вот три, я считаю, таких вот героя. Из земли, огня и воды. На которые надо в первую очередь ориентироваться. Это относительно 2.8. Дальше общий такой совет, что у нас восстанавливается энергия. Энергия нам нужна для всего. Для прохождения кампании, для прохождения подземелий, для прохождения испытаний и так далее. Не давайте этой энергии быть на максимуме. То есть тратьте ее хоть на что-то, но чтобы она не была на максимуме. Иначе она у вас не будет восстанавливаться. Также не забывайте про очки арены. У нас их 10 штук. Они тоже восстанавливаются со временем. То есть атакуйте врагов. Если вы не видите здесь адекватных противников, они все на голову сильнее вас, то обновляйте. Раз в 5 минут вы можете обновить список. И старайтесь держать не на максимуме вот это вот количество очков арены. Это очень важно. Как я уже сказал до этого, важно, чтобы вы продвигались прежде всего по кампании. Не смотрите пока на другие режимы, особенно в самом начале. Как можно быстрее закрывайте основную кампанию, как можно быстрее закрывайте кампанию на уровне сложности Hard или трудная кампания по-русски, чтобы получать награды, чтобы продвигать героев. Поверьте, это того стоит. Вы можете параллельно, конечно, в подземельях попытаться убивать боссов. Здесь что важно? Смотрите, что я не знал с самого начала и на что вам стоит обратить внимание. Когда вы выбираете кого-то босса, например, мы его выбрали, прежде всего, на что надо обратить внимание? Смотрим, какой стихии этот босс. Конкретно этот, это земля. Что означает земля? Земля означает, что против земли у нас огонь. И поэтому ваши герои лучше всего их выставлять именно либо стихии земли, чтобы не было у босса преимущества в вашем плане, по вашим героям, когда он будет атаковать, либо огонь. Тогда у вас будет преимущество по боссу. Это вот важная штука. А когда вы будете проходить вот этот режим и выбивать предметы, здесь помимо стихии и описания способностей босса, вы также можете, нажав на вот эту вот книжечку, посмотреть самые лучшие группы игроков, которые этого босса убивали. Здесь есть различные этажи, поэтому вы можете их спокойно посмотреть и сориентироваться, какой герой вам нужен для этого босса. Важно знать также, что на любого из боссов вы можете взять герой поддержки. То есть, вот, например, вы когда выбираете отряд, вы заходите в раздел герой поддержки и выбираете героя друга. Вот эти все герои, это герои друзей. Поэтому, отсюда мой совет, как можно быстрее попытайтесь привлечь к себе именно высокоуровневых друзей, чтобы брать у них прокачанных уже героев, которые помогут вам очень быстро закрывать особенно низкие этажи у боссов. Это очень важно. У вас может быть 50 друзей, как вы видите, у меня сейчас 29, и поэтому, если вы начнете играть, можете мне спокойно кидать инвайты, я их приму. Поэтому попытайтесь вот как можно быстрее заручиться поддержкой высокоуровневых друзей. Дальше, гильдия. Тоже, как можно быстрее вступайте в гильдию. Я приглашаю всех в свою гильдию, Lost Kingdom. Почему в гильдию? Во-первых, у вас будут идти ежедневные награды за отметку в гильдии, и из гильдейских боссов выпадают очень много случайных наград, которые помогут вам также развиться. Это может быть и легендарная экипировка, это может быть и что-то другое полезное, токены гильдии, на которые вы потом сможете покупать, опять же, либо героев, либо что-то интересное. Поэтому очень важно как можно быстрее вступайте в гильдию. Дальше давайте поговорим относительно призывов. В игре есть три разных призыва. Это нормальный призыв, очень много, как вы видите, у меня сейчас 424 камня. Потом призыв продвинутый и лимитированный. Здесь основной совет, который я могу дать, не тратьте камни просто так. Особенно по началу игры. Почему? Потому что у нас есть основные задания, они вот тут вам справа будут высвечиваться. И очень важно не лезть вперед паровоза, а делать ровно то, что здесь стоит. То есть, допустим, я приведу пример. Вы стартанули, у вас накопилось 10 кристаллов, вы 10 раз призвали героев. Все хорошо, даже, возможно, вам кто-то там выпал. Но потом вы выполняете вот эти задания и добираетесь до пункта сделать, как вот у меня сейчас, 10 призывов. А у меня нету 10 камней. И приходится ждать. Вот эти задания, их лучше делать как можно быстрее, потому что действительно здесь очень вкусные награды. Я поэтому советую строго идти по этим заданиям и не спешить с развитием. Также, относительно развития, сразу скажу, что тех героев, которые дают вам сначала, их развивать не надо всех. Вы потеряете много энергии, вы потеряете... А героев следует развивать только тех, кого вы будете использовать либо в режимах подземелья, либо в компании. Соответственно, вопрос, а каких героев тогда мне развивать, где узнать? Тут сложный вопрос, потому что терлист, так называемый, то есть это топ героев, которые хороши для каких-то режимов, он постоянно меняется, потому что вносится в правки. Например, недавно был герой такой, Абадон. Он считался самым крутым героем для прохождения гильдейского босса. Но потом его нерфанули и поменяли там парочку его способностей. И он стал уже не таким крутым. И с терлиста ушел. Поэтому внимательно следите за терлистами. Я буду в дискорде клана, попытаюсь, по крайней мере, их обновлять. Каждый раз, когда будут происходить какие-то изменения. И об изменениях, само собой, информировать. Поэтому не надо развивать всех. То есть, прежде всего, развивайте, например, того легендарного героя, которого вы получите за 2.8, или же других легендарных героев, которые вам случайным образом достанутся с призывов. Но не из первых героев также могу посоветовать развивать Захара. Это хороший герой стихии огня, который, в принципе, универсален. Его можно много где применить. Он легко прокачивается, потому что это всего лишь элитный герой. Он будет вам падать очень часто, и вы сможете его очень быстро развить. Касательно развития. В игре у каждого героя максимальный 60-й уровень, и это означает 6 звезд. Звезды вы развиваете. Те, кто в Epic 7 играл, они примерно знают. То есть, чтобы, например, развить героя с 2 звезд на 3, нам требуется 2 героя 2 звезд. И, соответственно, дальше. То есть, герой с 3 звезд на 4 развить, надо 3 героя 3 звезд. Поэтому важно мусор, который будет у вас падать с обычных призывов, его прокачивать до 4 звезд максимум. А Фуди — это специальный герой, который требует только половину опыта для своей прокачки. Вот его мы развиваем по максимуму до 5 звезд. Я сейчас просто смотрю, есть ли он у меня или нет. Не могу вам показать, как он выглядит. Ну, называется Фуди. И давайте я покажу хотя бы его портрет. Как он выглядит. Этот герой должен быть где-то здесь. Да. Вот этот герой. Фуди. И, как я говорю, запомните, что Фуди вы развиваете на 5 звезд, всех остальных мусора до 4. Именно потому, что Фуди требует для своего развития в 2 раза меньше опыта. Это относительно именно прокачки по звездам. Также не стоит прокачивать героев на максимум 6 звезд, которые не находятся в топе и которых вы не будете использовать. Это очень важно. Иначе вы очень сильно потеряете в развитии. Помимо этого, у нас раздел с экипировкой стоит обратить внимание здесь очень большое. Как вообще, на что смотреть здесь, какие подходят комплекты и так далее. У нас слева есть вот значок такого листика с письмом. Когда вы на него нажимаете, слева идут для этого героя. А справа оценка других игроков в различных режимах. Вы можете посмотреть, в каком режиме герой хорош и какие комплекты на него рекомендованы. И в зависимости от этого надевать комплекты. Также обратите внимание, что комплекты брони, помимо бонуса за сам комплект, имеют различные характеристики. И вот в этих характеристиках тоже кроется стратегия, как правильно развивать. То есть, вот есть у меня, например, сапоги 29% атаки, а есть другие сапоги, у которых здоровье 225. И поэтому старайтесь всегда выбивать те вещи, где есть именно процентные. Не вот четко прописанные, например, защита 22. Видите, вот это уже идут процентные. Опять не процентные. Поэтому старайтесь находить именно процентные. Возможно, их будет мало, но когда вы будете проходить компанию, вам некоторые легендарные вещи будут давать именно по прохождению компании. Про развитие способностей, я коротко сказал, у каждого героя старайтесь также, особенно если этот герой, которого вы используете, закрывать глифы, то есть прокачивать. Когда вы прокачаете все глифы одного уровня, у вас откроется следующий уровень глифы и так далее. Вот это старайтесь делать и также прокачивать способности у своего героя, особенно которого вы используете. Вот эти кристаллы добываются в режиме подземелья из боссов и также каждый из кристаллов можно синтезировать из более мелкого. То есть вот фиолетовый кристалл я могу синтезировать из синих. Вот этот оранжевый кристалл я могу синтезировать, но у меня просто сейчас нету, из фиолетовых. Это важная штука. Вы также можете ознакомиться, что дает каждый следующий уровень прокачивания способности и старайтесь по максимуму развивать у своих атакеров, у тех, кто наносит основной урон, именно все способности у героев. Это очень важно. Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, это какие герои нужны для каждого режима. Как я уже говорил, что каждый режим, в зависимости от стихии, то есть боссы, в зависимости от стихии, предполагают определенных героев. И каких именно героев я попытаюсь какие-то активные пачки в Дискорде выкладывать. Вам же советую, прежде всего, когда вы выберете босса, еще раз покажу, смотреть на группы других игроков, особенно сверху, и ориентироваться на этих героев. Таким образом, вы сможете, я думаю, без труда каждого босса пройти. Также, ознакомьтесь обязательно со способностями боссов. Относительно доната. Донат в этой игре есть, и он довольно суров. Давайте я покажу. Изначально, очень много комплектов предлагалось. Есть лимитированные комплекты, которые ограничены по времени, ежедневные, которые сбрасываются каждый день, и две карты, серебряная и золотая. Мой совет, не тратить деньги на вот эти все комплекты, на ежедневные, а приобрести две вот эти карты. Серебряная карта, она нужна для того, чтобы получать больше опыта с битв, со всех причем. А золотая для получения, во-первых, золота, и также дополнительных кристаллов, гемов, которые будут падать. Здесь с серебряной карты 100 каждый день, с золотой 300. То есть, в сумме, если вы возьмете две карты, у вас будет 400 гемов падать каждый день. Это очень хорошо. Также рекомендую взять один пак, который будет с самого начала у вас за 1 доллар. Вы получите там одного эпического героя и полный комплект для него предметов. Вот рекомендую, если есть такая возможность, взять. Это относительно доната. Относительно обычного магазина во вкладке gold, то есть золота, скупать советую все вот эти вот расходники, потому что денег у вас очень много будет, и даже если вы будете скупать здесь вообще все, вряд ли они у вас закончатся. В разделе гемов скупать только, по крайней мере, моя такая рекомендация, это фуди, тыквы, которые нужны для прокачки героев, кристаллы призыва, и каждый день скупать билетики на еду, чтобы у вас энергия восстанавливалась. Больше там скупать я бы ничего не рекомендовал. И всегда обращайте внимание на события, которые сейчас идут. Иногда есть баг, может его на релизе пофиксят, но сейчас он имеет место быть. А когда вы заходите в ивент, он не всегда подсвечивается. То есть, может такое быть, что вы набрали достаточно очков, вы можете забрать награду, но он не подсвечивается как активный. Поэтому проверяйте. Иногда может быть такое, что награда у вас просто пропадет, вы не успеете ее забрать. Чтобы это избежать, пожалуйста, смотрите. В гильдии, как я сказал, каждый день сделайте sign-in, то есть, отмечайтесь в гильдии каждый день, и каждый день два раза проходите босса гильдии. С него будут падать случайным образом предметы и какие-то ништяки, которые вам очень помогут. Может даже легендарка упасть. Поэтому, как можно скорее, присоединяйтесь к гильдии. Если вы решили вступить в мою гильдию, то можете подать заявку. У нас вход по приглашению, потому что гильдия, по сути, сейчас практически полная. И подайте заявку в гильдию. Также, если гильдия заполнена или долго вашу заявку никто не одобряет, можете написать мне в Вискорде. Желательно посещать все активности гильдии каждый день, потому что, если человек не заходит два дня в гильдию, я его сразу кикаю, чтобы именно активные члены гильдии были. В скором времени обещали добавить войны между гильдиями, поэтому, сами понимаете, надо, чтобы как можно больше было активов. Я постараюсь в Вискорде выкладывать как можно больше советов, чтобы все члены гильдии проходили как можно больше был прогресс и чтобы как можно больше развивались, как я уже сказал. Относительно других советов, можно сказать, что поначалу в вас в самом начале игры и по достижении 10 уровня будут промокоды, возможно, какие-то промокоды еще с релиза будут доступны. Я также их буду выкладывать в Вискорде, вы можете посмотреть, они дают вам дополнительные ресурсы и таким образом вы побыстрее сможете прокачаться. Также стоит еще отметить, что я еще не сказал, вот тут у вас в баре будет сидеть герой. Если вы на него кликните, это вот 4 героя, которые можно получить, выполняя определенные задания. Из вот этих героев прежде всего я советую сделать Конора, он у вас будет практически сразу. Это герой, который лечит. Это, по сути, такая поддержка тире лекарь. Он очень хорош, если у вас нету легендарного героя. Легендарного героя поддержки, либо лекаря. На данный момент считается самым хорошим лекарем это... Я его сейчас вам покажу. Он находится у нас во фракции животных. Так... Сейчас один момент. Вот этот герой, он считается сейчас Blackhorn самым хорошим лекарем в игре, поэтому если он вам выпал, то я вас поздравляю. У меня же есть Метезия, она не такая хорошая по лечению, но у нее есть уникальная способность, она может воскрешать павших героев. Поэтому за неимением другого я прокачиваю ее. По каким-то вопросам вы также можете меня найти в Дискорде, с удовольствием отвечу. И, как я говорил, приглашаю всех в свою гильдию, а тех, кто заинтересовался игрой, кто хочет набраться опыта и просто дальше развиваться в этой игре, подписывайтесь на мой канал. Я буду выкладывать в дальнейшем видео. Постараюсь как можно больше информации давать по изменениям, по патчам, по новой информации. Ну, как-то так. Всем спасибо за время, за то, что посмотрели это видео и желаю всем хорошей игры. С вами был Нибиру.